В Кремле оценили заявление о смене тона по делу украинских моряков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявление заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, которая считает, что Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Боевые ходули, украинские катера оказались ржавыми. Провокация в Керченском проливе осуществлялась на устаревшей технике. Замглавы украинского МИДа заявила, что российская сторона перешла от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному, дипломатическому языку. Также она отметила, что поражена изменениями, правда, не смогла уточнить, в чем именно хамство со стороны Москвы проявлялось ранее. В данном случае я не совсем понимаю, что имелось в виду, о каком именно тонне шла речь у украинских дипломатов. Мы не скрывали своего отношения к произошедшему как к провокации, сказал Песков журналистам в среду, 24 апреля. Он отметил, что провокационность действия украинских моряков была признана в том числе новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы не называли моряков иначе, кроме как нарушителями границы. Изменений не произошло. Это констатация фактов. Идет следствие, и в результате будет суд, который и определит вину этих моряков, добавил Песков. 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. И они не реагировали на требования погранслужбы и ФСБ остановиться. В итоге российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации кораблей 24 моряка были задержаны. Возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге все моряки были арестованы и переведены в Москву. В апреле срок предварительного расследования в отношении украинских моряков продлили на 4 месяца до 25 августа. Позже стало известно, что Украина хочет добиться освобождения своих моряков через Международный трибунал по морскому праву.